11,5 миллионов вместо 200 тысяч. Раскошелиться по-крупному обязал суд жителя Москвы за неудачную попытку дать взятку. Как установлено в ходе следствия, 56-летний Александр Первухин был задержан за вождение в нетрезвом виде в Кольчугинском районе. После составления протокола и изъятия прав, нарушитель предложил автоинспектору решить всё по-тихому за денежное вознаграждение в 195 тысяч рублей. Сознательный гаишник на подкуп не пошёл. Тогда житель столицы обратился с тем же предложением к начальнику ГИБДД по Кольчугинскому району, но и тот денег не взял, а Первухин был задержан. В итоге суд вынес виновному наказание в виде лишения свободы и штрафа в размере 60-кратной суммы взятки, а это 11,5 миллионов рублей. Избил до смерти за телефон. 31-летний гость из Краснодарского края предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По версии следствия, Владимир Бабенко, проживающий временно в Гусь-Хрустальном, поздний вечер проводил в одном из пятейных заведений города. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, обнаружив пропажу мобильного телефона, стал угрожать всем посетителям кафе расправой. Затем дебошир подошел к одному из молодых людей и, посчитав, что именно он украл у него телефон, избил его до полусмерти. Пострадавший скончался уже в больнице. Самый низкий показатель по стране. Департамент здравоохранения фиксирует угрозу срыва диспансеризации в нашей области. Плановые показатели профильного министерства Владимирские больницы не выдерживают. На данный момент свое здоровье обследовали всего 17% жителей региона. Департамент просит откликнуться владимирцев и принять участие в проводимых мероприятиях по диспансеризации населения. Учебная тревога. МЧС России сообщает, что в пятницу, 4 октября, будет проходить всероссийская тренировка по гражданской обороне. Ее цель – проверка готовности к чрезвычайным ситуациям. В 9 часов утра на улицах областного центра заработает система оповещения «Внимание всем». Горожан просят не пугаться сигналов тревоги и не предпринимать каких-либо действий. Продолжение следует...